Тема нашего разговора – это внутривешная химиоперфузия. Конечные цифры получились, давайте зафиксируем. 65% у нас большинство даёт нам циторедуктивную операцию с хайпэк, химиотерапию – четверть нашей аудитории, остальные – циторедукция без хайпэк. Запомнили цифры. Я сразу, перед тем, как начать свой доклад, я сразу скажу, что я не являюсь великим поклонником внутривешной химиоперфузии, но поскольку мы её проводим, и у нас есть определённый опыт, определённые взгляды, я сейчас скажу, видимо, то, что должен сказать. Ну, коротко. Современная концепция лечения перитониального канцерматоза была придумана в 80-х годах с Пратом, развита и популяризирована Полем Шугарбекером в середине 90-х годов, и в основе этого представления лежат следующие посылы или догадки. Это представление о брюшине как о самостоятельном органе, представление о перитониальном канцерматозе как о метастазировании опухоли в отдельный орган, это предположение, что распространение опухоли может ограничиваться только брюшиной, и предположение, что у больных с перитониальным канцерматозом путём воздействия на брюшину можно добиться и лечения общей и безрецидивной выживаемости. Ну и какие же воздействия на брюшину мы можем оказать? Наиболее популярными являются два метода. Это, собственно, механическое удаление брюшины и всех метастатических очагов, которые получило название цитередуктивной хирургии. И это внутрибрюшная химиоперфузия, которая может быть выполнена в нескольких вариантов. Наиболее известным является хайпэк, то есть гипертермическая химиоперфузия. Ну и, кроме того, есть разные режимы с интригующими названиями Пайпак, Эпик, НИПС. Я скажу о них чуть-чуть позже. Итак, что такое цитередуктивная хирургия? Существует множество определений, но вот я предлагаю следующее. Это хирургическая операция, целью которой является максимально полное удаление всех видимых проявлений опухолевого процесса. Ну и после того, как мы блестяще выполнили вот эту операцию, мы оцениваем, что мы сделали. И для оценки полноцитередукции применяется шкала CC, то есть аббревиатура Completeness of CET Reduction. Вы видите на экране и четыре уровня цитередукции. Возможно, нас с вами интересуют только два первых уровня, потому что именно при этом уровне цитередукции имеет смысл проводить внутребрюшную химиоперфузию, и мы можем рассчитывать хоть на какой-то эффект от нее. При уровне цитередукции CC2 и CC3 пациент навряд ли будет иметь хоть какие-либо преимущества от химиоперфузии. Что за операция вот эта стандартная перитонимоктомия? Это большая операция. Вот перечень этапов здесь на экране, я их не буду все перечислять, скажу только, что в среднем это занимает примерно 8-10 часов. Это является очень травматичной операцией для пациента с достаточно высоким риском осложнений, с достаточно высокой летальностью, сопоставимой с таковой при хирургии поджелудочной железы или пищевода. И частота больших осложнений порядка 25%. И нужно сказать, что этой хирургии невозможно без мощной переоперационной поддержки со стороны отделения анестезиологии и реанимации, потому что еще 10 лет назад мы такие операции не могли выполнять, потому что больные их просто не переносили. Ну, а сейчас это возможно. Ну, и в двух слайдах, рассказав вам о том, что такое циторедуктивная хирургия, мы переходим, собственно, к теме, что такое внутребрюшная химиоперфузия. С точки зрения химиотерапии, фактически, это метод доставки высоких доз химиопрепарата непосредственно к опухолевым клеткам в брюшной полости. А с точки зрения хирурга, наверное, это можно сформулировать так. Это комбинированный механика-физика-химический метод воздействия на оставшиеся после хирургического вмешательства очаги диаметром менее 3 мм и находящиеся в брюшной полости свободные опухолевые клетки. Почему взять диаметр 3 мм? Потому что это примерно те размеры опухоли, в которые по расчетам возможно проникновение вот этого химиопрепарата. Глубже невозможно, поэтому очаги большего размера, скорее всего, никак не будут реагировать на химиоперфузию. Но я обещал рассказать, что кроме гипотеремической химиоперфузии, которая называется ХАЙПЭК, есть еще разные режимы. Очень коротко, потому что времени мало. Режим ПАЙПАК – это аэрозольная химиоперфузия под давлением, выполняется лапароскопически и в нормотермическом режиме. ЭПИК – это ранняя послеоперационная интероперитениальная химиоперфузия, выполняется также в нормотермическом режиме пациент без наркоза, выполняется в раннем послеоперационном периоде один или несколько раз, желательно в течение первых нескольких дней после операции до образования спаек. И новые модные режимы, один из них получил название НИПС – неодевантная интероперитениальная дробь системной химиотерапии, когда химиопрепарат вводится одновременно и интероперитениально, и системно. И этот же вариант под другим названием БИСИК – билатеральная системная дробь – интероперитениальная химиотерапия. Ну, у нас тема заявлена как хайпэк, поэтому мы будем говорить только о внутребрешной гипотеритениальной химиоперфузии. В самом названии содержится только термин гипертермии и термин химиотерапия. Однако, если разобраться глубже, то вот эта вся техника имеет 9 параметров, и изменяя каждый из этих параметров, мы фактически можем получить бесконечное количество режимов. И сторонники, вот такие упертые сторонники химиоперфузии, когда им говорят, что вот, не показало, исследование не показало преимущество, они говорят, а вы измените один параметр, второй, то есть вы выбрали неправильный режим, давайте изменим режим, и все будет хорошо. Ну, и давайте посмотрим, чем мы можем здесь маневрировать. Ну, температура, конечно. Считается, что синергизм между химиотерапией и собственной температурой начинается при 39 градусах, и с ростом температуры возрастает. Однако, максимально переносимая температура – это 44 градуса. Это очень хорошо было показано в исследовании 90-х годов на крысах. При температуре, при химиоперфузии, при температуре 46 градусов 100% крыс погибло, при температуре 44 градуса 100% крыс выжило. Поэтому это определена как максимальная температура. Ну, а рекомендуемая температура – разные клиники предлагают разные режимы, но в целом сходится это 41-43 градуса. Ну, и нужно понимать, чтобы получить 43 градуса химиоперфузии, на входе температура должна быть примерно 44,5, потому что разница между входом и выходом составляет примерно 1,5-2 градуса. Следующий – несущий раствор. Были проведены эксперименты с разными растворами, с гипертоническими, с гипотоническими, с высокомолекулярными, с низкомолекулярными, но все-таки в итоге пришли к тому, что необходимо использовать изотонические растворы, соли или декстрозы. Объем перфузата – 3 или 4 литра, причем это именно тот объем, который содержится в брюшной полости. Целиком в системе, соответственно, примерно на 2 литра больше, то есть это 5-6 литров перфузата. Длительность воздействия. В среднем принято 60 минут, однако существует масса режимов от 60 до 90 минут. И когда какое-то исследование говорит, что 30-минутный режим не принес результатов, то сторонники их АИП говорят, так а что же вы делаете, давайте возьмем 90 минут, и все будет хорошо. Далее, скорость перфузии. Понятно, что чем выше скорость перфузии, тем более стабильно удается поддержать температурный режим, поэтому сейчас стандартом считается скорость перфузии порядка 1000 мл в минуту. Техника перфузии. Существует открытая, существует закрытая. Это мы говорим о ХАЙПЕК. В двух словах, для тех, кто этого не знает, закрытая техника, когда в конце операции в брюшную полость устанавливаются трубки, и через них проводится вот эта перфузия. Открытая техника – это когда до зашивания брюшной полости в брюшную полость вводится специальная система, позволяющая залить туда жидкость, и рядом с пациентом стоит ассистент, обычно это самый молодой, рука его погружена в брюшную полость, и он совершает этой рукой вот такие движения, с целью обеспечить адекватную циркуляцию раствора и температуру в брюшной полости. Давление. Соответственно, при открытой методике давление равно атмосферному давлению, при закрытой методике более высокое давление создается в брюшной полости, и это, опять-таки, теоретически, есть такие работы, теоретически позволяет достигнуть более глубокого уровня проникновения перфузата в ткани. Ну, разумеется, механическая фильтрация, потому что весь перфузат проходит через систему фильтров, и таким образом могут отсепаровываться свободно находящиеся в брюшной полости опухолевые клетки. Самое главное я оставил напоследок – это дозировки химиопрепаратов и, собственно, название – сам химиопрепарат. И об этом я, скорее всего, говорить не буду, потому что это выступление Гульфии Медхатовны, это ее сфера, и я туда не буду забираться. Скажу только, что выбор химиопрепарата для проведения химиоперфузии не зависит от морфологии опухоли, от ее степени дифференцировки, а зависит, в первую очередь, от прямого цветотоксического эффекта химиопрепарата и от глубины проникновения этого препарата в ткани. Кандидаты для цитролитивной хирургии с хайпэк представлены на слайде. Я уже начинаю торопиться, потому что у меня по таймеру времени совсем мало. 30 лет уже, примерно 30 лет мы в мире занимаемся этой проблемой, однако вот несмотря на огромное количество исследований, рекомендации, которые мы можем прочитать в ведущих гидлайнах, крайне осторожны. В частности, для колоректального рака в американском гидлайне крайне сдержанной рекомендации, выражаемой фразой может быть рекомендовано для отдельных пациентов с ограниченным консерматозом в специализированных центрах. Аналогичным образом формулируются рекомендации европейские, ЭСМА. Цитролитивная хирургия и хайпэк близко к тому, чтобы стать принятым стандартом при ограниченных, специализированных. То есть все очень осторожно, несмотря на огромное количество исследований. Более четко выражает свою позицию ПСОГИ. Это Peritoneal Surface Group International. Это группа, которая специально занимается перитониальным консерматозом, проводит конференции, инистивирует исследования и дает рекомендации. Так вот, по рекомендациям ПСОГИ более конкретно и более четко написано, что ЦРС и хайпэк должны считаться стандартом лечения отдельных пациентов с небольшим объемом перитониальных метастазов. Наиболее впечатляющие результаты достигнуты в лечении псевдомиксомы брюшины, и поэтому отношение к лечению псевдомиксомы сформировано следующим образом. Достаточно однозначно. ЦРС плюс хайпэк в случае псевдомиксомы – это методика, показанная для лечения псевдомиксомы опухоли аппендикса с перитониальным метастазами. Ну и вот буквально уже в заключение я приведу именно данные по псевдомиксоме. Было представлено прекрасное исследование, мультицентровое, количество больных 2300, 16 центров, география огромная – это и Австралия, и большинство европейских стран, и Бразилия. И вот они предлагают следующий результат. Вы видите, что медиана выживаемости 16 лет, безрецидивная выживаемость 8 лет, трехлетняя выжимает 75%, 15-летняя 59%. Но здесь, что важно сказать, здесь действительно для нас значимо то, что это не какое-то одно исследование какого-то суперспециализированного центра, а это множество центров, то есть при правильном подходе эти результаты, судя по всему, воспроизводимы. Ну и следует отметить, что при вот таком уровне, при большой хирургии, при огромных травматичных операциях, показан достаточно приемлемый уровень осложнений и летальности. Это, соответственно, 24,2%. Я пропущу сейчас несколько слайдов, потому что я выбился за времени. Благодарю всех за внимание. А на снимке здесь мы сфотографированы с Андреасом Брандлом. Он сейчас присутствует в зале. Это эксперт по цитобедуктивной хирургии и Хайпек. И если у нас будет дискуссия, то, возможно, мы попросим его ответить на какие-то вопросы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...